приветище это light year frontier и мы продолжаем создавать наши раньше на чужой планете на ту планету на которой мы не летели чисто случайно мы потерпели здесь кораблекрушение сегодня у нас по плану снести нашу уютную хижину и построить огроменный коттедж но для этого нам придется здесь очень многое демонтировать и срубить деревья что очень не хотелось бы но придется ну вот как то так теперь здесь все это выглядит врубаем фонари и начинаем работать в ночную смену коттеджик у нас будет теперь располагаться где-то здесь прям у края забора но красота ты посмотри какой здоровенный какой он шикарный было бы прикольно если бы нам еще разрешили внутрь зайти но к сожалению я не достоин такого удовольствия может быть дополнительный бонус какой повез критический удар удары и взмахи шипастой пилой могут нанести дополнительный урон а это значит что мы сможем быстрее пили деревья и добывать руду восстанавливаем дорожечку каменную к нашему коттеджу ну вот поляночка готова она конечно немножко кривовато делаем наш ход все-таки здесь как я хотел хочу поставить новенький указатель был до этого такой оставлю вот покинный офигенный он типа да он летает парящий указатель мой то обязательно нужно вернуть гномика который приглашает нас в дом вот он мой хорошенький флаг куда же без него то без флажка но теперь восстанавливаем наш гидрометцентр я бы его если честно поставил где-нибудь тут и сюда же я бы поставил доску поручений она конечно перекроет мне тут окна это некрасиво поэтому мы ее вату тут с краешку поставим ну вот мне кажется тут ей самое место теперь нужно вернуть площадку торговца и и я планирую поставить где-то здесь мне кажется это шикарнейшее место и вастро всего тут вот этот заборчик мы сейчас разберем чтобы туда был проход а не то разобрал ладно не страшно все это забираем хочешь прикол я почему-то не могу сюда пройти что что это такое об что я бьюсь расскажите мне пожалуйста почему я тут не могу ходить странная какая-то комители очень странная ну ладно тем не менее я площадку все равно строю тут мне даже интересно стало это из-за доски поручений ли это остатки от забора ну-ка ты прикинь это доска поручений это из-за нее все было ужас какой так ладно значит доску поручения мы поставим вот тут она одно окошечко нам перекроет ничего страшного я думаю со мной не произойдет вот по крайней мере она не будет нам мешать теперь тут чуть про почтовый ящик не забыл а то как же мне письма будут приходить конечно же дрови ник где мы будем хранить древесину теперь он у нас будет располагаться вот тут а мне походу пора спать день 25 ну вот наш огородик и позрел давай посмотрим сколько мы всего с этого соберем то есть раз два три 4 5 тут тоже 5 выходит что 25 единиц резиники я должен собрать ого результат впечатляет мы собрали 25 семян но само резиники мы собрали куда больше а это значит что удобрение работает здорово пшеницу мне привезла пшеница 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 где же это тут есть пшеница покупаем ее а давай на все о лобовое стекло экзоскелета за косарь берем конечно идем переодеваться потому что лобовое цветочками меня уже что-то достало прощай лобовуха ухта у это скелета она какую-то странное но цветное что ли желтизной отдает лобовое вот такой вот желтая и там практически не видно пилота от первого лица вид нормальный не желтит ничего пойдем теперь сдадим квест на резиник у сдаем получаем 4000 баксов почти дальше горячая кукуруза опять 50 кукуруз приносишь 20000 баксов получаешь берем и три красных кристалла можно сдать получить 300 баксов но нет я такие мелкие задания беру я лучше вам пшеничку высажу теперь все это дело надо залить удобрением надеюсь надеюсь так а почему хочу гляди-ка я могу только вот эту часть залить а это она уже удобрена то есть грядка удобряется на несколько посевов вау вот это классно это очень здорово так у меня ж дофига травы и было бы неплохо от нее избавиться вот тут я посажу котечку а свинюшку я наверно 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 где-нибудь тут что ли я же ящики забыл сделать да свинюшку я наверное где-нибудь вот тут поставлю о теперь переходим к строительству амбар а амбар будет нам заменять все вот эти вот навесы поэтому их придется убирать и прежде чем мы начнем это строительство я хочу восстановить освещение на нашей территории о как я придумал ставить факела как бы мне только эти факела потом мешали вот например вот так вот ну как бы взлетная полоса готова смотрится все это конечно эпично и красиво но свету дает маловато день 26 в общем амбар решил строить вот здесь эти навесы я сношу они нам тут больше не понадобится а те наверное я ставлю ну что амбарчик добро пожаловать в наш мир все спрашивали а как же как же так у тебя в дымке был амбара сейчас у тебя его нету я в том что в дымке амбар строился без железа а когда игра релизнулась для амбара потребовалось железо готово наш амбар к нам вернулся он такой здоровый на самом-то деле но так-то правильно туда же робот должен еще войти теперь вот это вот все добро надо перетаскивать в амбар поскольку в амбаре у нас будет улучшенное производство так что демонтируем все это дело я еще самое важное забыл я грядки же не полил день 27 ух как у меня огородик тут расцвел семена сырняков готовь он они полетели а я блин еще и перегружен это не побегаю и и и и Ну, вроде бы исправился. А теперь собираю урожай. Смотрим, сколько мы соберем пшеницы с нашей удобренной грядки. Блин, все равно 36 пшеницы. Что-то как-то странно это. Я думал, будет 50. Давай посмотрим, сколько я соберу с неудобренной грядки. Вот, например, моркорень. 25 семян, 25 моркорня. То есть удобрение все-таки работает. Я, короче, психанул и скупил у торговца все чертежи для декоративных элементов. Знаешь, чего здесь не хватает? Обычно в деревнях это место притяжения. Туда все бегут, когда очень надо. Правильно. Туалета. И у меня он сейчас тоже будет. До этого я даже не представляю, куда я в туалет бегал. Значит, тубзик у нас будет. Вот, его куда-нибудь подальше надо. За дом вот сюда вот убрать. Вот. Чтобы сильно не воняло оттуда. Дай-ка я выйду. Классно. По-моему, это туалет из Шрека. Там даже вон дырка есть. Жалко, это все дело не открывается. Но, по крайней мере, продумано, что в дырку можно посмотреть. Так же колодец нам не помешал бы. Я его поставлю тут. О, здорово. Ух ты. Эксперт в стиле Хьюги. Повысить уютность дома до трех единиц. Да вы что? Все у меня теперь критический. Нам теперь критический удар доступный. А колодец-то у нас с подсветочкой. Гляди. Ничего себе. Какая-никакая, но подсветочка. Здорово. Вот тут вот я хочу разместить столик. Где поставлю чайный сервиз. Где он у меня, кстати? Вот он. Чайный сервизик. Буду тут чаи пить. Ну, здорово. Красота. Что, кстати, у нас по погоде? Завтра ясно. Потом ветрено, ветрено дождь. И на 32-й день семена сорняков на нас будут нападать. Так, еще нам нужно теперь стульчик сюда, чтобы чаек пить. Вот. И, конечно же, лавочка. Во! Ну, какой-никакой уют тут уже у меня появляется. Современный уют. Я бы даже так сказал. День 28-й. Сегодня мы займемся оборудованием нашего амбара. Хочу построить там небольшие вот эти навесы. Вот как у нас выглядит фермерский ящик. Я его буду называть так. Размещу где-нибудь тут. Посмотрим, сколько он в себя вмещает. 240 единиц всякого барахла. Обалдеть. Это как два ящика обычных. По такому поводу вот эти ящики надо разобрать. Ну и поскольку навесы у нас пустуют, они тут, в принципе, уже больше не нужны. Их тоже разбираем. А дорожку вот эту вот сейчас подровняем. Поехали. Нам бы еще, кстати, дорожку сделать в амбар. Очень бы не помешало. Отлично. Хотя к амбару можно сделать и другую дорожку. Это же амбар. Там всегда грязно. Он даже внутри там. Смотри, грязюка какая. Это, кстати, не знаю. Внутри я смогу изменить что-то? Ну-ка. Нет, внутри ничего не меняется. Ну, значит, будет такая дорожка. Ну вот, собственно, и готово. Так-то получше. Ух-то, я даже не замечал, что у нас тут полочки есть. Но на них, правда, ничего шибко-то и не поставишь, и не положишь. Может, какое-нибудь украшение в виде бутылочек? Блин, было бы прикольно. О, можно, можно. Смотри. Тут можно бутылки поставить. Забавно. И знаешь, что еще мы забыли поставить? Поскольку теперь места тут много, мы можем построить силосную башню. В ней мы сможем хранить, допустим, огромное количество пшеницы. Но это уже будет завтра, поэтому я отправляюсь в баньки. День 29. Для силоса нам нужна твердая древесина. У меня ее почти не осталось. Поэтому мы бежим ее добывать. И заодно проверим наш критический удар. Ого! Сработало! Круто! Сразу половину сжибает древесины. Снова сработало! Офигенно! Вот это я понимаю криты. А если так долбить? И так тоже работает. Блин, эти криты теперь у меня постоянно просто лезут. О, осколки жеда нашли в камнях. Это очень ценно, между прочим. Посмотрим, что вообще по сокровищам. Янтарь в цене упал. Окаменелый жук в цене упал. Осколки жеда в цене поднялись. Всего на 1%, правда. Но, тем не менее. Давай решать, куда мы силостную башню будем ставить. Я бы поставил ее где-то здесь. И раньше у нас навесы были. Так что, пускай тут она и стоит. Вот как это все дело выглядит. И сюда мы можем тысячу единиц чего-то закинуть. Ты представляешь? Даже если это будет древесина. Даже если это древесина. Что ж, собираем пшеницу. С наших удобренных грядок. И в этот раз я пшеницы получил 41 единицу. Очень неплохо. Прилетела торгашка. Хочу посмотреть, есть что-нибудь у нее нового из чертежей. Пусто. То есть я все скупил вообще, что возможно в этой игре. Ну я мощный, конечно. Тогда дальше можно скупать детали для робота, в принципе. Но прежде нужно закончить задание с пшеницей. Наконец-то я его могу выполнить. Иди сюда, пшенич. 157 единиц. Почти ровно собрал. Всего лишь на 7 единиц больше. Но это даже к лучшему. Сдаем и получаем 10 тысяч баксов. Спасибо, вы меня здорово выручили. Да, пожалуйста. Какие еще задания у тебя есть? Хрустал и капусту у меня, кстати, есть. Можно взять. Древесина си яблони нету у меня еще ее. И устрицы тоже нету. Бегу за капустой. О, надо же было так лохануться. Вот, держите капусточку. И еще плюс 5000 баксов. Ну что ж, я сделал сегодня максимум, поэтому можно и отдохнуть. Амбар у нас построен. В амбаре я все обустроил. Силостную башню я построил. Вот она стоит. Нужно теперь придумать, чем ее заполнять. Ну, кроме как пшеница, я не знаю. Потому что торгашам всегда нужно огромное количество пшениц. Коттеджик мы построили. Территорию в благо устроили. Даже туалет у нас теперь и есть. По-моему, день удался. А следующей серии мы посвятим открытию новых территорий и их освобождению от сорняков. И токсичной слизи, конечно же. Ух ты, у меня тут соломинка, оказывается, стоит. И я даже и не замечал. В общем, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok